Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим японский омлет со шпинатом и крабовыми палочками. Для его приготовления нам понадобится 100 грамм свежего шпината, 2 крабовые палочки, 2 яйца, немного репчатого лука, сахар, рисовый уксус, темный соевый соус и немного растительного масла без запаха. Омлет готовится буквально за считанные минуты. Для начала подготовим все продукты. Тщательно вымотый шпинат нарезаем кусочками, не слишком большими и не слишком мелкими. Нарезаем крабовые палочки. Лука нам понадобится совсем немного. Отрезаем буквально пару скибочек. Яйца слегка перемешиваем, взбивать их не нужно. Все подготовили, можно приступать к приготовлению омлета. В сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем на нем лук до золотистого цвета. К луку нужно добавить буквально пол чайной ложечки сахара и лук будем обжаривать вместе с сахаром. Как только лучок начнет подрумяниваться, добавляем в сковородку крабовые палочки и также их слегка обжариваем до тех пор, пока палочки не начнут разворачиваться. Вот как только крабовые палочки начнут расслабиваться, отправляем в сковороду шпинат. Добавляем в пол чайной ложечки рисового уксуса. Рисовый уксус можно заменить обычным столовым уксусом 6 или 9%. Также добавляем в сковородку столовую ложечку с олово-соутом и помешивая обжариваем шпинат, пока он не потеряет свой объем. Как только шпинат потеряет свой объем и изменит свой цвет, заливаем все это яйцами. Даем яйцам прихватиться. Когда яйцо прихватится, аккуратненько все это перемешиваем и доводим омлет до готовности. Яйца должны полностью все приготовиться. Выключаем огонь. Японский омлет готов. Перекладываем его на тарелочку и можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится такое блюдо. У меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!